День на Домске Это очень много Это 3-4 фильма в день Это моя норма такая Фестиваль, даже больше иногда бывало Но тут уже силы Итак, давайте попробуем Что на вас произвело впечатление И сходные впечатления С результатами голосования жюри Давайте так Весь фестиваль Это конкурсные программы 4 конкурса или не конкурсные Конкурсные программы На этом фестивале, да и на всех фестивалях Одесских не могли конкурировать Не конкурсные программы Потому что там все победители Каннского, Венецианского Призеры Берлинского Поэтому будем относиться Честно И немножко снискочением К всем фильмам, которые представлены В конкурсе, национальном конкурсе И международном конкурсе Это два конкурса, которые очень важны Конкурс картометражных фильмов С жюри я почти согласен Потому что спорить с жюри бесполезно Она уже вынесла свой переговор И призы уже получили все И так давайте Международный конкурс Это главный конкурс Основной, как мы говорим Там было 12 фильмов И 12 фильмов Я уже говорил до этого Что 12 фильмов Которые уже были на многих фестивалях И получали там кое-какие призы Одобрения, критики Их легко было судить Вот даже я сейчас начну с китайского фильма Который мне очень понравился Это прекрасный фильм О маленькой глубинке Китая Это длительность, реалистическая история Фантастическая даже Которая быть Может быть такой в Китае Может не быть Он сделан очень прекрасно И режиссерский актер Он получил приз жюри Да, приз жюри на Санденс Это известный американский фестиваль И тут то же самое Ему тот же приз дают При жюри Это неудивительно Поэтому им легко было Отталкиваться от того Что фильмы получили где-то и когда Это не совсем правильно Фильмы в конкурсе Я так считаю Должны быть девственные Которые нигде не показаны Тогда это будет фестиваль класса А Положение фестиваля класса А Я уже говорил до этого Это 12 и больше девственных фильмов Которые нигде еще не показаны И первое, и второе Чтоб страна была кинематографической державой У нее должны быть традиции Вот это фестиваль Их всего 15 в мире Фестиваль класса Вот и теперь одесский Теперь жюри наградила Главный приз дала Король бельгийцев Это не жюри Это выбрали зрители А жюри согласили Это гран-при Обычно Как было раньше Вывешивают Каждому фильму Сколько он получил баллов После просмотра И мы все выходим И смотрим А сейчас в темную получается Мы не знаем Какой фильм Как-то изначально говорили Что это будет фильм-фаворит Потому что такая вот Ирония, сатира, комедия И вообще все здорово Он получил несколько призов На разных фестивалях Но отталкиваться С этого нельзя Фильм любопытный Фильм забавный Фильм интересный Это о короле Бельгии Он там Другой Настоящий король Филипп Второй Он очень похож на короля Актер этот Что интересно И вот это все приключения Очень зрительский фильм И очень интересный тем Что эта история жизни Не могла произойти Это придуманная Понятная история Но она забавная Она интересная Там показана Страна Турция Там показана Албания Болгария Сербия И вот как они Идут по этим странам И с кем они там встречаются Что происходит И как он меняет Своё мировоззрение Фильм победитель Вот Можно будет посмотреть А? Можно будет потом посмотреть Да он купленный Для проката его покажут Это удивительно Потому что многие Фильмы Одесского фестиваля Которые получили Гран-при Вы даже не помните Что в прошлом году Кто получил гран-при Вы не помните Горит, горит, горит Это английский фильм Британский Его не купили Но он достойный На прошлом фестивале То есть фильмы Не доходят до зрителя Поэтому этот фильм достойный Его купят И его будут показывать Идём дальше Фильм, который В этом конкурсе Получил Приз Жюри Приз Жюри Это картина Лето 1993 1993 года Испания Это хорошее кино Сделано Очень хорошо Это дебют Чем интересен Это дебют Это история Шестилетней девочки Мир её глазами И как она Переходит в другую семью И начинает жить Другой семьей Очень хорошо Он достойный Он достойный Он получил свой приз Китайский Я уже говорил Это конкурс Полнометражных Основной конкурс Но я бы Ещё бы делал Несколько фильмов Которые Жюри Не должно было пропустить Да ещё Одна вещь Не хватает На этом Фестивале Нескольких призов Он скупой на призы Вот в чём На многих фестивалях Там очень много призов Всяких Понимаете Как на конкурсе красоты Никто не уходит обиженным Нет Нет В Каннском фестивале 22 фильма Тут 12 Там 6-7 награждаете Остальные нет В нашем конкурсе 12 Ну хотя бы половина Можно награждать Значит достойный фильм Повторяю Очень достойный Это Это Сирота Французский фильм История Женщины Её в 6-летнем В 13-27 летнем То есть история Прекрасная Как она разворачивается Как она поворачивается В разные плоскости Очень хорошо Тоже сделал Сероте Я бы дал приз А может быть Приз жюри Вот Вместо Лета 1993 Это моё мнение У каждого Есть своё мнение У меня такое мнение Это достойный фильм Затем Ну Моя грузинская То есть Моя Счастливая семья Это грузинский фильм Он получил Главный приз На этом фестивале Очень хорошее кино Это Ну грузинское Настоящее грузинское кино С хорошей режиссурой С хорошими Актёрскими работой С хорошими диалогами Который вызывает Симпатию Сочувствия Очень добрый фильм Очень отзывчивый Такое Ну настоящее Грузинское кино Поэтому Это не прорыв Кинематографии Это Качественное Хорошее кино Скажу честно В конкурсе Не было Взрывов Не было Всё было ровно Поэтому Конкурс достойный Я повторяю сейчас Дай бог Вот я сейчас обращаюсь Чтобы эти фильмы Дошли до зрителя Пошли в национальный конкурс В национальном конкурсе Я посмотрел Потому что я смотрел Очень много Вне конкурсной программы Я смотрел Пять фильмов И мне стало грустно Очень грустно Потому что Всего было 46 украинских фильмов И украинским фильмам Выделили очень много денег Сейчас 17 миллионов долларов Вы знаете об этом И сейчас Это украинское кино Меня немножко разочаровало По качеству Качество А что смотрели? Я посмотрел Ржаку Вот это Тамашпольского Фильм История того Как бандиты Хотели Чтобы архаусный Режиссёр Снял Очень зрительское кино И под долом пистолета Он решил снимать Но они сделали Такой Стёбный фильм Который Ну как Как вам сказать Не сделал Хорошо художественно В нём Очень много Недостатков Это кино Которое Выдет на экран И я думаю Люди будут уходить Из зала Оно не До конца сделано Режиссёрски Актёрски Там много стёба Да Там есть Такие Реверансы Одесскому фестивалю Артхаус Он в кепке Бейсболки Каннского фестиваля Снимает Ну вот такие вещи Которые Ну как вам сказать Должны вызывать смех У меня не вызвали ничего Не только у меня Но зал сидел И просто скучал Это раз Второе Конкурсный фильм Я посмотрел Сичин Березин То есть Январь-март Это конкурсный фильм А история Параллельная Двух историй Очень скучное кино И подумал Зачем это сняли Это Фильм Копродукция Австрии Украины И тоже Я считаю Что это Очень слабое кино Его не выделили Совершенно Теперь Я подхожу Главному Сейчас Это Я сказал уже Второе Посмотрел Оккупацию Это украинское кино Которое снимали Долгострой Такое Три года История Кино в кино Сняли фильм Это в 71 году На Одесской киностудии Происходит действие Сняли фильм Пришло КГБ Посмотрело Запретили Назвали его антисоветским И решили Девушке молодой Чтобы она перемонтила Она перемонтировала Но сделала то же самое И тогда КГБшники уже Там Как вам сказать Очень Шаржевые персонажи КГБ Шаржевые И все остальные Они не живые Они как манекены Это кино Которое Не вызывает Никакой Симпатии Реакции Вот чем дело И кино Смотришь Ну зачем его сняли Поехали Это третий фильм Еще один фильм Да Теперь я хочу Главному перейти Фильму Который получил Ну главный приз В национальном кону Это уровень черного Вот это Экспериментальное кино Это кино Которое Меня Ну Понравилось Удивило Ни одного слова Полтора часа История человека Который пришел Пятидесятилетию И понял Что он Ну не тем занимается Такая У него история Фотограф Который снимал Фадебные Вот вечеринки И так далее И там играет Катя Молчанова Одесская Такая Актриса Которая стала Очень популярной В Украине Очень талантливая Актриса Картина Которая Вызывать вопросы И вызывать Какие-то То есть Немножко холодный Взгляд Немножко Холодом Идиот Но это наверное Такой сценарий И я считаю Что это хорошее Кино Но не больше То есть Были на эту тему Очень Высококлассные Фильмы Полеты во сне Наиволоси Помните Балаяна И так далее Но это Хорошая Украина Если такой уровень Будет То кино Может быть Как-то подняться Это Это кино Затем Что я еще Видел Из украинского Сейчас надо Вспомнить Ну я потом вспомню И скажу Давайте О Внеконкурсной Программе Видите Я буду Говорить Да Теперь Внеконкурсная Программа Это те Фильмы Фавориты Которые Получили Призы На многих Международных Фестивалях И так Я беру Фильм О теле И душе Это Ильдика Эниша Это Режиссер Из Венгрии Сделала Картину Очень Чудаковатую Очень Интересную О двух Героях Которые Работают На скоптобойне Мужчина И девушка Она контролером А он работает Директором По финансовым вопросам И они очень спокойные И на скоптобойне Там происходит Много интересных вещей И они идут Друг к другу Параллельно Но самое главное Когда там Происшло Происшествие Приходят Разбирать Эту историю И они рассказывают О своих снах И у того и другого Одинаковые сны И они параллельно Идут К друг другу Это очень интересное кино Оно сделало режиссерский Актерский И что самое главное Ты не знаешь Что будет дальше В конце Если у других фильмов Конец Предопределен Тут не понимаешь Что будет дальше Вот этим он и хорош Это главный приз Берлинского кинофестиваля Сразу перейду Еще одному Главный приз Это Гран-при Канского Фестиваля Я считаю Что он Лучший фильм Этого фестиваля Это Квадрат Рубен Эстлунд Вы слышали об этом фильме Это был только единственный Сеанс попасть было невозможно Переполнены Полторы тысячи Реакция зрителей Я был в зале Я видел Я слушал Кино Бьет своей энергетикой Очень энергетическое кино Энергии очень много Главный герой Куратор одного из музеев Что с ним происходит Как это подано Самое главное Что тут показан Ну вот тут Либерализм Европы И отношение их К друг другу Квадрат Там главный Квадрат История Если ты войдешь В этот квадрат После этого Ты должен сам себе сказать Что ты должен быть добр С людьми И с ними хорошо Относиться к ним Конечно Это все Выдумка Это все Такая фантасмагория Но фильм держит Свои два с половиной часа Фильм Квадрат Его смотреть надо Он куплен для проката Выходит в сентябре То есть в широком Да? В широком прокате будет И я еще Несколько фильмов Почетный гражданин Аргентина Это приз Венецианского фестиваля За лучшую мужскую работу Удивительная работа Рекомендую всем Смотреть его Потому что Я хочу сказать Одну вещь Что у каждого Есть свое детство И свой дом Где вы родились Но вы оттуда уехали И вот если вы хотите Туда возвратиться И поговорить с теми людьми Которые там остались Вы знаете Что вы лезут скелеты В шкафу И вам будет очень неприятно Вот этот фильм Об этом и говорит Вот Это Замечательное кино Затем я бы хотел сказать Вот Об одном фильме Который вызвал споры Он меня не вызвал Совершенно Он меня вызвал Приятие Это Круткое Сергей Лозницы Круткое поставлен Ну По роману Федора Михайловича Достаневского Не по роману По рассказу Круткое Я читал этот Рассказ Давно И я помню Как героиня Она не была Совсем кроткая Она покончила Женщик самоубийства Выпала из окна Но там даже есть Одноглавка Круткое бунтует История любви Даже не любви Ростовщика К молодой девушке И вот Лозница от этого Оттолкнулся И показал Историю Женщины Которая идет Своему мужу Ищет его в тюрьме И проходит все круги ада Все Круги ада Чтобы его найти Конечно она его не находит Но это История России Той России Сгусток Такой Гротеско Современной России Это беспощадный Радикальный Фильм И не каждый Его принимает Я его приняю Потому что Лозница сделал Почти документальное кино Он бывший документалист Это высокая художественная Культура режиссера Прекрасная работа Маковцева Которая сыграла Главную роль Скаледотеат К чему я говорю А кто же Выходит на экраны Я считаю Что все его досмотрели Его прокат в России Не будет В Украине Будет прокат Подводим итог Очень быстро Совсем не остается Времени до новостей Успешный фестиваль Лучший Чем предыдущие семь Мы слышали Я хочу Моя любимая фраза Он лучше Чем предыдущий Но пусть он будет Хуже чем последующий Прекрасно Спасибо вам огромное Все уже достаточно Очень хорошее Завершение беседы Пусть этот Кинофестиваль Будет Хуже предыдущих Но Лучше предыдущих И хуже чем последующих Ян Юсим Киновед Был у нас в гостях Пришло время новостей Передаем слова Али Есиной После новостей Фелик Шиндер И авторская программа Виктория Ортис Дождитесь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин